Кировский конный завод Вообще-то существует с 1893 года Здесь образовалось первое поселение Люди сюда, братья Михаликовы сюда пришли работать, разводить лошадей Предприятие как таковое оформилось в 1921 году То есть нам уже больше 100 лет, больше века За это время названия там менялись Сегодня это Кировский конный завод Раньше был конный завод имени Кирова Ну то есть не сильно великая смена названий Что сегодня из себя представляет Кировский конный завод? Первое, мы обрабатываем 20 тысяч гектар башни Стратегическая культура у нас озимая пшеница Также мы возделываем горох, нут, ячмень, лен, овес, кукурузу на силос, на зерно, подсолнечник Раньше возделывали еще сахарную свеклу Сейчас пока не возделываем Мы не видим пока что экономического смысла Есть другие культуры, которые на сегодняшний день более рентабельны У нас развитое молочное животноводство Мы дуем на корову до 10,5-11 тысяч на одну фуражную голову У нас очень развитое конно-заводство Именно заводство Почему? Потому что мы занимаемся селекцией, воспроизводством лошадей Наши лошади уже достигли Они всегда были в топе Но сегодня, наверное, стоит отдельно этому вниманию уделить Потому что Кубки России неоднократно были завоеваны Ну, в общем, так по большому счету Примерно раз в неделю новая партия Кубков поступает У нас сегодня есть проблема У нас музей, посвященный не только конно-заводству В принципе, конному заводу Он у нас расположен на территории конной части И сегодня он уже не вмещает все те экспонаты, которые там хранятся И мы его собираемся переносить сюда, в контору, в вестибюль Здесь больше места И мы его сейчас ремонтируем Закончим ремонт и перенесем туда музей Чтобы все люди, которые приходили, могли увидеть В общей площади пашни Пшеница занимает, в зависимости от полей клеток Поля клетки у нас варьируются от 450 гектар до 800 гектар Поля клетки В зависимости от полей клеток у нас в процентах, если выражаться То 50-52% мы держим азимой пшеницы Примерно бобовый клин у нас занимает где-то в районе 20% 12% Опять от полей клеток в зависимости от 10% до 12% паровой клин Лен, подсолнечник процентов где-то по 7-7,5% Кукуруза, если считать зерновую и силостную, где-то в 10% приближается Также у нас травы еще есть, которые, ну мы, к примеру, люцерну мы держим там 3 года На 4-й мы ее, ну тут после 3-х лет мы ее убираем Сеем на других клетках и вот так вот возобновляем Постоянно держим площадь Мы не ставили цель собрать полный зал народа Мы ставили цель пригласить сюда тех людей, кому эта тема интересна Потому что основная задача сегодня нашего совещания или семинара, не знаю как это выразить Ну это поделиться именно той технологией, которой мы пользуемся Посмотрели, чтобы то, что получилось, то, что есть Высказали свою точку зрения Для нас это тоже будет большой школой Потому что каждый из вас это специалисты в своей отрасли И любое ваше слово, которое вы скажете, неважно, пусть это будет критика Мы готовы ее выслушать, мы готовы дальше принять ее к сведению И постараться сделать все как надо лучше Поэтому я вижу, что здесь присутствуют не только представители там Ростовской области Есть и другие территории Климатические условия, может быть, где-то какие-то немножко чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше Но в целом вся наша южная зона, она примерно одинаковая в этом вопросе И мы в свое время очень много поездили И очень много смотрели, как работают другие люди Пока не определились в какой-то технологии, которую сегодня используют Поэтому вот основная задача не пропаганда какого-то там вида деятельности Основная задача это показать именно технологию То есть мы пропагандируем технологию И хотим ее вам представить на всеобщее обозрение Если еще раз повторяю, вы нам найдете там кучу посеков Будем только благодарны И будем это все использовать в улучшении дальнейшей нашей деятельности Еще раз всем успешного дня, хорошего настроения И очень внимательно по-профессиональному подойти к этому совещанию Не болтовня, а конкретные дела Мы колхозники Всего вам самого доброго Спасибо Наше мероприятие, которое сегодня будет проходить Наш маленький день поля Он будет отличаться от многих других тем Что сегодня у нас напрочь будет отсутствовать Какая-либо коммерция, купли, продажи Сегодня мы будем строить свою работу Построим свою работу на том Что мы с вами поделимся опытом возделывания зимой пшеницы По разным предшественникам То, как это делаем мы Мы не говорим, что наши технологии в чем-то там идеальны Лучше там, чем у вас там или хуже Мы просто расскажем подробно Всю технологию питания, защиты Сортовые составы Что мы делаем, как мы сеем Нормы, сроки, обработки И каждый для себя сможет, может быть Что-то подчеркнуть, что-то выявить полезное Да, здесь присутствуют аграрии из разных регионов Скажем так, южной части Российской Федерации Но, тем не менее, растеневодство Жизненный цикл растений, он в принципе одинаковый Азот, фосфор и калий нужен растениям Не важно, хоть это Калмыкия, хоть это Ростов Болезни-вредители у нас на 90-95% все схожи Поэтому мы хотим обозначить то, что делаем мы Как мы, с чем мы боремся И далее каждый уже для себя посмотрит И определит Слева от меня находится сорт Немерязевка 150 Это два основных сорта Которые используются у нас По таким предшествиям, как Аказимая пшеница И кукуруза Давайте поговорим насчет как раз таки Как предшественник Азимы по Азимой Конкретно подойдем к технологии, которую мы используем Юка у нас занимает 80% посевов по таким предшественникам Немерязевка занимает оставшиеся 20% Это необходимо для того, чтобы спланировать Как следует логистику проведения уборки Опрыскивания и обработок на этих культурах Темерязевка 150 Немножко раньше поспевает Нежели юка В связи с этим она нам позволяет вовремя начать уборку По этим предшественникам Соответственно тех севооборотов Которые у нас есть У нас в настоящий момент Расписано до 2028 года Все размещение наших культур По всему предприятию Мы имеем у себя три севооборота Это так сказать три отряда Грубо говоря, чтобы было понятно Эти три отряда имеют каждый по опрыскивателю Каждые три отряда имеют каждый по звену уборочному Соответственно уборка начинается в трех местах одновременно И для того, чтобы она шла плавно и планомерно Мы убирали с той влажностью, которая нам нужна Мы и используем два сорта Чтобы мы достигли более высшего показателя По влажности, чтобы не убирать пересохшее Или еще что в этом духе Начнем с такого предшественника, как Азимая по Азимой Азимая по Азимой в нашем предприятии Выращивается по классическому полупару То есть Во время уборки Во время уборки Азимой пшеницы К уборочному звену Привязан на круглосуточной основе Трактор Почвообработки То есть Комбайны уходят с поля Тут же Тут же Заходит Почвообработка То есть мы делаем влучение стерни Подготавливаем почву И измельчаем растительные остатки Если Позволяет погода И Условия Мы тут же вносим удобрения И следом заходит плуг Разрыв Сутки двое максимум Пашем мы с предплужниками На глубину 22-25 сантиметров Не 15-18-16 А как положено Для того чтобы все-таки Заделать солому В почву Потому что бактерии Которые перерабатывают солому Они находятся в почве Они в верхушке Там где нет ни влаги Ни взаимодействия с почвой Контакта Соломы с почвой Обязательно вносим Компенсационные удобрения На переработку соломы Это 10 килограмм На тонну соломы Если мы по подсчетам Видим Что у нас здесь Грубо говоря Там 5 тонн Или 6 тонн То мы вносим Грубо говоря 50-60 килограмм азота На этот участок Также мы вносим Под основную обработку Под плуг Аммофос До 120 килограмм на гектар Всахивается И следом мы выравниваем эту почву Выравниваем до идеального состояния И в среднем До середины июля До 20-15 числа июля Поле по полупару Уже готово К посеву То есть Хоть сейчас Заходи и сей Но спокойно стоит И ждет своего момента До предпосевной подготовки почвы То есть культивации Только так достигается Более качественное распределение семян То есть Выравненное ложе семяное И правильное распределение Всех питательных веществ в почве Сев Сев обязательно Мы проводим Всегда с удобрениями От 80 килограмм на гектар Наши сейлки Это позволяют выполнить В принципе Эта сложность никакой не составляет О нормах И сроках севах Мы поговорим чуть позже С осени Дожидаясь всходов Всходы Когда мы подготавливаем правильно почву Мы дожидаемся Удавление надо проточнить Что это амофоса 80 килограмм Амофоса я сказал Амофос 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 при посеве От 80 килограмм Амофоса Именно амофоса 52-12 С осени Когда мы дожидаемся Всходов Дружных и равномерных Мы начинаем Мониторинг Азимой пшеницы То есть Фазу 2-3 листа Азимая пшеница Начинает накапливать В узле кущения Начинает накапливать сахара Для того чтобы нормально Перезимовать Необходимо Поддержать этот уровень На том значении Который необходим То есть это выше Грубо говоря 15-16% Для этого Мы можем применить Микроудобрения Так называемые Которые нам позволят Подать В корневую систему Те сахара Которые нам необходимы Также мы с осени По диагностике почвы И по состоянию посевов Можем применять Подкормку Аммиачной селитрой Это приносит Свой эффект Потому что Некоторые сорта Требовательны к азоту На этих именно Ранних этапах Того азота Которого в почве есть Может не хватать И эта подкормка Будет необходима Также с осенью Смотрим По гербициду То есть Если есть И присутствует Сорная растительность Работаем с осенью Извините А можно сразу Да А что за микроудолит? В дозе Ну мы применяем Фугустим В дозе Один литр Он в принципе Показывает себя Очень неплохо И до Двух-трех Процентов Поднимается После обработки Одной Одной разовой Обработки Фугустим Росток Как долмолыз Работает Порядка Трех лет Конечно Это эффективно И бункер Показывает им До 100% При опрыскивании Мы используем Самоходный Опрыскиватель Если позволяет нам Площадь Почва Проехать по ним Зачастую Используются Прицепные Опрыскиватели Потому что Вы сами понимаете Что 2-3 листа Растения Очень нежные Почва Тоже еще мягкая И для того Чтобы проехать По ней Безболезненно Мы ставим Большие Широкие колеса С другой техники Схожие Ставим Устанавливаем колеса МТЗ 12-21 На спаренных колесах Они проводят Обработку Прицепным Прицепным Опрыскивателем Норма выработки Расхода Точнее Извиняюсь Раствора От 120 до 150 литров При осенней обработке Да Все зависит от того Какая погода Ветреная Неветреная Зачастую Используем Простые щелевые Распылители Если погода Слишком ветреная Стараемся Использовать Эжекторные Распылители Ну а размер И калибр Это уже смотрится По факту Какой у вас Опрыскиватель Какое давление Как получается Какая капля Получается у вас На вашем опрыскивателе У нас в среднем Это 0,6 Эжектор А вода Где берет Вода у нас Своя Скважинная А по жесткости Выравниваем Или так Остается так О том виде Какая она есть А жесткая Или нет Порядка 7,8 ППА Дальше По предшественнику Азима По азимой Пшеница Уходит на зимовку После По стечению зимы Мы Мониторим Наши посевы Первое И все У кого вопрос Сразу возникнет Грубо говоря Как мы кормим Азимую пшеницу Мы Кормим Ее Исключительно В эти периоды Аммиачной селитрой Каз Мы не применяем Смотря на Условия Те которые Создаются Смотря на запас Влаги Которая у нас Состоит в почве А мы это делаем Каждый месяц В середине месяца 12 месяцев в году Мы отбираем Почву На влагу На питательные Вещества Если это требуется И мы это Мониторим Регулярно И Основываясь На этих показателях Мы принимаем Решение Кормить ли нам Пшеницу В этот период И какой дозой Если создаются Погодные Условия Что В почве Содержится От 140 И выше Миллиметров Воды То есть Запас влаги Более чем Удовлетворительный То мы Обязательно Делаем Дробную Подкормку И первая Из них Будет Чаще Составляет Половина Бывает Что Агротехника Сорта Требует Что нужно Внести Тут меньше А дальше Потому что Некоторые Сорта Отзываются По разному На подкормки Ну К примеру Та же Юка Она Отозвется Чуть Чуть Меньшей Дозой В раннюю Чуть Чуть Больше В позднюю Но Смотрим Точно Так же По хозяйственным Нашим Потребностям Если У нас Получается Сделать Обработку Внесения Аммиачной Селитры Быстро То Кормим Большей Дозой Обязательно Смотрим По состоянию Почвы И по состоянию Развития Нашей Пшеницы Если У нас Создаются Условия То мы Кормим Два раза Дробно И Максимально При хороших Сложившихся Условиях Максимально Оттягиваем Подкормку По фазам Вегетации И развития Пшеницы То есть Если Выходит Активный Выход После Зимовки Азимой Пшеницы В этот Именно Момент Мы Стараемся Чуть Позже Максимально Приблизиться К этому Концу Этого Периода И дать Азот Именно В этот Период И тогда Подкормка Становится Более Эффективной И более Пролонгированной В период Как раз Таки Когда у нас Период Идет После первой Подкормки Мы Мониторим Такого Вредителя Как Зимового Клеща И все Прекрасно Знают Что это Проблема В нашем Регионе И он Присутствует И у всех Он Имеется Стараемся Мы По Клещу Работать Рождение Не дожидаясь Тех моментов Когда уже У нас На поле Появятся Очаги Пятна Белые Вот эти Сизые Проплешины Которые Начинают Он Кусать Мы Стараемся Сработать Чуть Чуть Раньше Пытаемся Его Искать Искать Его Достаточно Сложно Все Прекрасно Знают Можно Мыть Воду Можно Там Искать Его В какой То Период Суток Мы Зачастую Просто В Часы Либо В поздние Вечерние Выходим На белый Лист Бумаги На большой Выкапываем Кусочек Растения Наших Там 2-3 растения Куст Кладем На бумагу И Внимательно Рассматриваем В большинстве Случаев Его Так Можно Выявить Но Зачастую Стараемся Все-таки Делать Обработку Да По клещу В основном Мы работаем Фосфорорганическими Соединениями Другие Препараты Неокотиноиды Или Перитроиды Будут В большей Степени Бесполезны Они Не смогут Его достать Потому Что Это Все-таки Клещ Ну Все Зависит От того Какой препарат В принципе Это варьируется Около литра Это по Фосфорорганическому Соединению Находится Сорт Степь Слева От меня Находится Сорт Граф Это Те Сорта Которые Мы Возделаем По Льну У нас Два основных Сорта Льна Масличная Это Внимк 620 И Флиз После Уборки Культуры Мы Также Дискуем Вносим Сложные Удобрения Это Амофос До 80 Килограмм Под Спашку Пашем 25-27 Сантиметров Выравниваем Поле выравнивается Полностью Под Зиму И Весной Мы уже Дожидаемся Обработку Почвы Делаем Культивации И Производим Посев Льна Масличного После Всходов После Всходов Льна Мы Делаем Гербицидную Обработку Фазу Ёлочки Работаем В принципе Мы тоже И против Злак Может Если появляется И Сульфанил Мочевинами После Отработки Гербицидами Смотрим По состоянию Повредителю Если появляются Совки Если появляются Подрезающие Какие-нибудь У нас Объекты То Приступаем К обработке В основном У нас Это выпадает Под Начало Бутанизации И в этот Период Мы даем Баковую Смесь Инсектицид В этот Момент Мы работаем Перитроид И неокотиноид Добавляем Обязательно Туда Микроудобрение Фунгицид Триазольные Группы И Смотрим По Бору Обязательно Добавляем В этот Период Бор Лен Достаточно Неплохо Отзывается На Внесение Именно Бора Который Позволяет Ему Сформировать Как можно Больше Завязей Также Хотел Упомянуть Что на Льне Уборку Мы делаем Только После Десекации Потому что В большинстве Случаев Сам стебель Остается Еще зеленым И он Вызывает Трудности При уборке То есть Это Кошение Это Обмолот И Это Измельчение Растительных Остатков А Растительные Остатки После Льна Это Самая Большая Проблема Потому что Разделать Почву И посеять С этими Растительными Остатками Очень сложно Для этого Все комбайны Абсолютно Перед Уборкой Льна Меняют Косы Если Необходимо То Меняют И противорежущие Пальцы Меняют Ножи На барабанах Если Это Требуется Если Нож Не Изношенный То Остается Если Нет То Меняется На 100% На Новый И Измельчается Обязательно Необходимо Нужно Учитывать Чтобы Разбрасыватель Сзади Стоял Имеется Ввиду Оперение В том Положении В котором Он Есть Чтобы Не Получался Волок И Волок Этот Потом Не Катался По Полю И Только После Этого Комбайн Выходит В поле Обмолачивает При Диссекации В принципе Лен Перебивается Очень хорошо Если Диссекацию Не делать То будут Проблемы Последующей Обработкой Почвы В пальну Соответственно Наши Сорта Степь Игра В пальну В принципе Они Очень схожи С такими же Как культурами Как подсолнечник Кукуруза Мы делаем Дискование Двойное Если требуется Тройное Дискование Культивировать Не культивируем Потому что Культивация На льне Хоть и выглядит Заманчиво Что можно Заехать Культиватором И закультивировать Нет Получается Скатывание Растительных Остатков В образовании Вот этих Комков Куч И они Не позволяют Это делать Поэтому Дискование Финишное Гелиадором То есть Эластичным Дискатором Который Работает На мягкой Стойке И Посев И Дальше В принципе Как и все Остальные По всем Остальным Предшественникам Защиты И поехали Алексеич Алексеич И гром Это два сорта Которые сеются У нас По высокому Аграфону Высокий Аграфон Это пары И горохи Алексеич Высевается Примерно На 30% Преимущественно По пару Преимущественно По пару Все остальные 70% Высокого Аграфона Уходят Под посев Громом С правой стороны От меня Гром Это тот Сорт Который мы сеем По парам По горохам И по нутам И с левой стороны От меня Это Таня Это тот сорт Который мы сеем По подсолнечнику Перед нами Участок Посева Гороха Оксайский Усатый Сейм Это элитная Репродукция Была посеяна Это семенной Участок С него В дальнейшем Будут браться Семена Для посева Наших Производственных Полей И Часть Останется На реализацию В настоящий момент Здесь Уже проведены 70% Плановых Плановых Работ По защите 5 суток Назад Он был Отработан По инсектициду И фунгициду По болезням Здесь Были обнаружены И мучнистые Росы И ложномучнистые И мучнистые Росы Поэтому мы Были вынуждены Его отрабатывать Фунгицидом В настоящий момент Остается нам Дождаться Конца цветения И отработать Еще раз Против вредителей Планируемая урожайность Здесь Пока еще Сложно Определить Потому что Она только цветет Дальше Все покажет Погода Потому что Дождь Последний Был у нас Дней 15-20 Назад Поэтому Сейчас Верхняя часть Почвы И уже иссыхает И вы видите Что Трещины Появляются И Достаточно Твердая почва И Сухо Тяжело Ему Конечно Цветение В такую жару До 32 градусов Сейчас Уже Сметеостанция Фиксирует Поэтому Условия Не совсем Как бы Хорошие Но Должно Все Получиться И будет Хорошо Обработки В какое время Суток Проводите Дневное Ночное Стараемся В ночное Время Суток Либо В утренние Вечерние Числы Последняя Обработка Была По жаркой Погоде Прерывались Дневное Время Притормаживали И Продолжили Вечером Здесь Защита Здесь Мы проводили Гербицид Мы двойной Сделали И Была Неокотиноид И Перитроид Бутонизацию Отработан И Триазол Был положен Тибоконазол Содержащий Да Да И вместе С гербицидом И в инсектицидную Обработку Микроэлементы Мы давали По литру Фугустим Росток Булдан На пшенице Тоже Так же Добавляете Да На пшенице Во все Химические Обработки Мы Добавляем Фугустим Росток Да По гороху Диссекацию Смотрим По факту Но в 95% А то и в 100% Случа Диссекацию Делаем Потому что К этому моменту Уже и сорность Поднимается И В принципе Все прекрасно знают Что и края И Часть Середки Она разная По Спелости Здесь будет зеленое Здесь будет сухое А горох Он этого не терпит Он начнет осыпаться Поэтому Диссекация Необходима В любом случае Производственном посеве Льна масличного Сорт Внимк 620 Здесь была посеяна Вторая репродукция По льну Из плановых обработок Мы уже сделали все Была Неплановая Повторная Обработка Гербицидная Нам пришлось Повторять Потому что Пошла Вторая волна Плюс Были Осадки Которые Возможно Повлияли На это Дополнительно И Мы были Вынуждены Перед Бутонизацией Уже местами Кое-где Была бутонизация Сработать На свой страх И риск Дополнительно Гербицидом Потому что Волна была Достаточно Мощная На данный момент Еще дополнительно Мы Отработали Не повторно А Следом За второй Гербицидной По Вредителям Здесь Находился Луговой Мотылек И местами Встречалась Хлопковая Совка Но В первый раз Мы отработали Ее Перед Роидом Потому что Возраст Не превышал Первого возраста То есть Была еще И цикладка И были Только Первого возраста Эту волну Мы сняли Дополнительно Будем смотреть Уже По Наливу Зерна Если будут Повторно Отрождения Скорее всего Придется Работать Фосфорорганикой Дополнительно Ко всему Скорее всего 100% Будет Десекация Это Неотъемлемая Часть Вот так Выглядит Нашлен В производстве Сейчас Он даже По такой Жаре Еще до сих пор Открытое Соцветие Хотя Утром Он полностью Резит Цветущий Поэтому Задавайте Вопросы Буду Рад Ответить Декват 002 литра Это Трехкомпонентный Там Неокотиноид Два Неокотиноид До Один Перетрой Декват Чего Производства Адекват В пределах Скорее всего Будет Двух литров Суховей А питание Какое Даете Питание По льну Еще предстоит У нас По формированию Коробочек Карбамидная Обработка Перед этим Под Припосеве Под Припосевную Обработку Мы Внесли Аммиачную Селитру В размере 150 кг На гектар Под основную Обработку До 80 кг Аммофоса И Сейчас Будет Карбамидная Обработка В пределах 20-30 кг Но будем смотреть По факту По состоянию И по требовательности Культуры Расход 150 Смотрите По карбамиду Нужно Обращать Внимание Мы 150 Работаем По одной Простой Причине Наши опрыскиватели Оборудованы Так называемыми Датчиками Уровня Высоты Штанги Ну то есть Они автоматически Отслеживают Эту высоту Если этого нет И есть риск Раскачивания Ну то есть Несоблюдения Высоты То лучше Работать Раствором В 200 литров И выше Мы Работаем 150 И хватает Но Ожогов Мы не Наблюдаем Подкормки Не делали Селитры Нет Не кормили Баранование Было Ротационной Бармой Мыши Беспокоят Мыши Мыши беспокоят Только в тот Период Когда у них Есть реальная Эпифитотия Когда они Отрождаются Очень массово А так Просто Из-за почвы Обработки У нас их проблем Нету Боремся Вручную Да Раскладкой Приманки Вручную Безводный Аммиат Упробовали Нет И даже Опыта Не закладываю Ну Посмотрим Как у них Получится Глянем Если у них Все хорошо Может и мы Попробуем Риск Во первых Не совсем Понятно Каким образом Его внедрить В массовое Производство Потому что Площадь Достаточно Большая И Энерговооруженность Должна быть Совсем Другой То есть Тот Класс Тракторов Который Там Занят Он Немножко Не соответствует Тому наличию Которое у нас А перевооружаться Просто так Под технологию Нужно понимать Что это будет Действительно Работать Поэтому Тут Как бы Сразу Броситься Это Так нельзя Делать В дальнейшем Может быть Попробуем безводный аммиак Но Надо просто посмотреть Как он у других Работает Потому что Вблизи Здесь еще На поток Он не стоит И Если это все-таки Получится То можно попробовать Какие вопросы Но Сами представляете Что это Достаточно Не так уж и просто Безводный аммиак На массе Делать В производстве А кассом Почему Работаем Как сам Кассом Мы не работаем По Ряду причин Первое Аммиачную селитру Мы вносим В течение Двух суток Один тур А касс Мы вносить Будем С тем Вооружением Что у нас есть Больше Трех дней А здесь Как бы В такие Периоды Достаточно Как бы Критично Один день Плюс-минус Попасть Это раз Второе Пока Та технология Которая у нас Есть Она Нам позволяет Получать Достаточно Высокую рентабельность И по сравнению С кассом Мы пока еще Не видим Чтобы Какие-то плюсы Были Вы закладываете На опыты С кассом Нет Мы опыты С кассом Даже пока Не закладываем И как только Касс Начнет Где-то Показывать С себя Лучше Мы посмотрим В эту Стоит Нет Ликвелайзеры Мы не Использовались Да Надо Понимать Каким Образом Потом В дальнейшем Их Эксплуатировать Потому что Количество Ликвелайзеров На нашу Площадь Это Достаточно Немаленький Объем Машин Это Их нужно Порядка 10-12 Штук А их Стоимость Вы Сами Прекрасно Знаете Сколько Да А сейчас Наверное Их Просто Нет А отечественные Аналоги Ну Нужно Понимать Насколько Его Хватит И Какое Дальнейшее Потом Развитие С его Эксплуатацией Кто Будет Его Ремонтировать И Как Он Способен Долго Работать В поле Без Ремонта Поэтому Ликвелайзер Конечно Это Как бы Наука Хорошая Это Очень Надежная Тема Но Как Это В производстве Пока Еще Сами Ликвелайзер Не Знают Внедрить Производственный Посев Азимой Пшеницы Сорт Юка Первая Репродукция Здесь Была Кукуруза Носилась Убрана Пшеница Юка Здесь В данный момент Начинает Подходить К концу Цветения Скоро Начнется Налив Зерна Две Карбамидные Обработки Мы уже По ней Провели Вторую Получается Третью Фунгицидную Запланированную Мы тоже Провели 28 мая Мы закончили Фунгицидную Обработку На зимой Пшенице В настоящий Момент Запланированно Лежит Еще 20 Килограмм Карбамида И Защита По болезням И вредителям Дополнительно Приобретена Внепланово Судя по тому Какой у нас Фон имеется Скорее всего Защищать Придется Из-за того, что мы имеем семенные посевы на серьезной площади. В связи с этим мы имеем возможность безболезненно зачистить комбайны с вероятностью 100% от предыдущих, если они вдруг не на семенах сначала там работали, от всех предыдущих, которые могли туда попасть зерна. Мы зачищаем комбайны, зачищаются машины и мы заходим на уборку семенного посева. И семена того или иного сорта идут в определенный склад. Мы конкретно затариваем какой-то один из складов. Кладем обычно, в зависимости от размера склада, бывает несколько складов, кладем 2000-3000 семенного материала одного из тех сортов, которые мы выращиваем. После этого обычно в уборку, мы тут же начинаем его подработку. Мы делаем для того, чтобы снизить не только, не то, что там снизить даже на нагрузку на семенную линию, а для того, чтобы, ну, наверное, еще раз перестраховаться, мы делаем предварительную очистку семенного материала. После предварительной очистки мы завозим уже семенной материал на семенную линию, и с этого момента семена больше не касаются земли ни одного раза. Следующее их прикосновение к полу, ну, к земле, будет на глубине 3,5-4 сантиметра после сирилки. Вот с этого момента больше они земли не касаются. Как? Засыпается это все в завальную яму, по норе, там, понятно, поднимается в первую очистительную машину. У нас линия стоит Петкус. Значит, очистительная машина первая убирает оставшуюся мелкую фракцию. Если там вдруг остался ссор, она это тоже все убирает. И семенной материал поступает дальше на трейлерный блок. На трейлерном блоке мы получаем однородные по размеру семена. То есть там тоже у нас выходы очень серьезные получаются. И, ну, по большому счету, это уже готовые семена. Все, их можно сеять, и там, ну, смотришь на них, это загляденье. Но нам этого недостаточно для того, чтобы мы могли быть на 100% спокойны от того, что туда не попадет никакое щуплое зерно вдруг. Ну, вот оно откуда возьмется, мы пока как бы не знаем. Ну, вдруг вот мы прогоняем через пневмостол наши семена. И после того, как мы по весу их откалибровали, они попадают в бункер готовой продукции, засыпаются в бигбэге и хранятся в бигбэгах. Тот или иной сорт стоит отдельно, аккуратно, в складе, с табличками, со всеми, между ними расстояния соблюдены. Ну, то есть, так что кто-то по зоопарке подъедет с одного бурта, насыпет в другой, там, или что-то еще, этот вопрос исключен. И они стоят, ждут своего часа на протравку. В общей сложности мы, если мы работаем в круглосуточном режиме, ну, обычно так все у нас и получается, мы подготавливаем весь, все семена для наших нужд, ну, за пару недель. То есть, где-то 12, там, 13, 14 дней. Ну, все зависит от того, сколько нам нужно, сколько мы делаем запаса, какая там масса тысячи, там, и так далее. Массу тысячи, кстати, мы стараемся всегда, ну, держать выше 40, так, ну, чем выше, тем лучше. Ну, к примеру, у нас один раз была масса тысячи на пшенице, 54, по-моему, грамма. Так обычно, там, 45, 44, вот примерно в этих пределах. К чему я это говорю? Мы не щадим семенной материал. Наша задача получить максимально качественные семена, максимально. В этом, наверное, наше принципиальное отличие вот этого подхода, принципиальное отличие, потому что мы, ну, еще раз, да, безжалостно подходим к семенному материалу с этой точки зрения. В итоге, для чего мы все это делаем? Только для одной единственной цели. Мы выравниваем поля и делаем семенное ложе для того, чтобы как можно, как можно меньше давать излишней нагрузки на сейлку. То есть, если сейлка, это же все механизм, да, если там будет семенное ложе, непонятно как, сформировано, то никакая сейлка качественно там все равно не посеет. Да, одна сейлка там, ну, посеет еще хуже, другая получше, но мы стараемся сделать идеально. Поэтому для того, чтобы сделать идеально, нужно убрать как можно больше переменных, и тогда у вас получится наивысший результат. Только от дождя пшеницы не получается, это нереально. Так вот, наша задача всходы получить в один час. Вот это наша задача. Все направлено, вот весь этот техпроцесс, который я сейчас рассказываю, все направлено для этого. Так вот, дальше. Мы подготовили семена, остальное время мы занимаемся подготовкой семян на реализацию. То есть у нас есть предварительные заявки, люди какие-то объемы заказали, мы их подготавливаем, также точно укладываем в мешки, кто-то просит протравить, мы это протравливаем, кто-то забирает так, сам занимается, но это дело каждого. Дальше мы начинаем протравку. Обычно мы оптимальные сроки сева для нашей зоны, это там 20 сентября, первое, октября. Сейчас вот они там дней на пять снизились, то есть там 25-е 5 октября, но мы, честно говоря, мы сеем попозже. Мы сеем попозже в последнее время, потому что еще тепло у нас, мы переживаем за злаковые мухи и так далее. То есть мы для того, чтобы минимизировать это, мы немножко сеем попозже. Числа 10 сентября примерно мы начинаем протравку. Где-то мы за неделю управляемся со всем тем объемом. Каждое 15-е число месяца мы отбираем на маркерных полях, но маркерных полей у нас 36. Вот 36 маркерных полей. На 36 клетках мы отбираем каждое 15-е число метр земли по 10 сантиметров, делаем анализ влаги, делаем анализ азота, фосфора, калия в лаборатории. И у нас все эти данные весь год. Мы за этим всем следим. Плюс учет осадков и так далее. Так вот, если мы видим, что у нас недостаточный запас влаги будет к моменту силы, это обычно так и есть, то мы не будем сеять 3 миллиона или 3,5 миллиона семян. Если мы видим, что ситуация неблагоприятная и сроки сева вынуждены, мы будем отодвинуть на более поздний срок, ну, к примеру, мы сеяли и 15 октября, то есть мы и так сеяли, но была безвыходная ситуация, пришлось отодвигать, то мы тогда сеем 5 миллионов, может быть, 5,5 миллионов. Но разные бывают ситуации. конечно, мы понимаем, что 30 октября почвы запаса влаги ноль и ближайший прогноз 1 декабря осадки, то мы понимаем, что ни о каком кущении, ну, то есть там вопрос сходы бы получить, да, поэтому мы будем сеять уже не 5 миллионов, а 6 миллионов, может быть, даже 6,5 миллионов, но в таких условиях. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok мы приехали, мне говорите, в самой засушливой зоне с севера республики Калмыкия, зона совсем другая, здесь зона, есть зона безнадежная, но мы считаем, что у нас зона безнадежная гипотеза, но тем не менее мы там занимаемся ворочением пшеницы, у нас несколько другая технология, мы применяем только двухпольный севоборот, и то, что сегодня мы приехали, конечно же, это очень здорово, что люди занимаются такой технологией. Мы буквально в прошлом году познакомились в интернете с руководителями этого предприятия, и уже по этому году мы определенную коррекцию применительно в своем хозяйстве мы это сделали, и мы сейчас зрительно видим, что ворочительные изменения. Понятно, здесь количество сосадов совсем другое, почва другая, у нас совсем бывает и 200 мм, но тем не менее, когда вот ездишь и видишь у соседа как, или там и пользуясь их технологиями, это дает только плюс. И мы проехали сегодня более 500 км, на минуту не треем, чтобы приехать сюда, ибо есть с чем поучиться. Спасибо. Что сегодня прекрасное мероприятие, это для сельхозника, я считаю, тут сегодня сконцентрирована именно вся технология выращивания шазимой пшеницы по всем предшественникам, как они как почву готовят, как семена травят, на какую глубину сеют, то есть все расписано от а до я. Это очень здорово, конечно, и каждый может для себя вынести очень много. Какие защиты зимы пшени, какие сорта, вот сколько там, каких сортов по срокам созревания расположено, какая сама структура посева у них, очень интересно хозяйство, безусловно, поэтому сегодняшний мероприятие, я считаю, что очень здорово. Так институты не проводят с такими именно раскладами, все разжевыванием и преподнесением. Они рассмотрели всю технологию выращивания, всю, от а до я, до самой уборки. Ну как вот, есть вопросы, которые, допустим, мы работаем немножко под рой технологией у нас в хозяйстве, мы больше к нулю тяготеем, но из-за последних засушивых лет было к тому, что распространилось большое количество злаковых сорняков. У меня сегодня интересовался вопрос, как они готовят пшеницу, поля под пшеницу после пшеницы. Потому что классическая технология не получается, как раньше вот нас учили, да, надо убрать, потом надо залучить, потом подождать, пока зайдут сорняк, потом надо обработать, спахать. То есть я сегодня подчеркнул немножко, какая технология у них. То есть они сразу не ждут ничего, лущат, сразу пашут, сразу разделают и полник стоит готовый. То есть это я для себя очень, конечно, серьезно вынес и я в этом году попробую это применить у себя. Несмотря на то, что мы на нуле. В очередной раз компания Росагросерис как большой самый крупный в Ростове поставщик средств защиты растений и семян выступает в качестве партнера в организации Дня поля который состоялся на базе Кировского конного завода. Как всегда мы с предприятиями которые идут в ногу со временем в которых интегрированы системы защиты и введения технологий возделанных сельскохозяйственных культур мы вместе с ними. То есть сегодня надеюсь наши сельхозтоваропроизводители и партнеры увидели то что мы хотели им показать это сортазимы пшеницы этой технологии возделывания от протравки доработка семян протравка посев и соответственно то что мы сегодня имеем с вами в поле а также осветили технологии которые применяются для защиты растений вот и надеюсь каждый для себя подчеркнул то что мы хотели показать и донести линейку нашу чем я дистрибьютором являемся линейку фугустима его применение на озимой пшенице на льне мы с вами останавливались каждый видел на горохе то есть надеюсь что все аспекты которые мы сегодня хотели осветить нашим партнерам то есть все останутся довольны кто-то для себя что-то подчеркнет ну и всем мирного неба над головой спасибо ваш Росагросирис подчеркнет Субтитры создавал DimaTorzok